Здравствуйте, друзья! Я продолжаю цикл роликов по чтению историй из книги «Дети войны». Напоминаю, что книга издана небольшим тиражом, всего тысячи экземпляров. Я читаю эти истории для того, чтобы мы знали и помнили. В 41-м мне было 9 лет. Я училась во втором классе. В сентябре нас с мамой эвакуировали с последним перед блокадой поездом. Приехали на Урал в деревню Платушино. Паёк хлеба был 300 граммов. Мы, дети, собирали в лесу грибы, ягоды, ловили простыней рыбу. Папа остался в блокадном Ленинграде. Работал и жил прямо в управлении Октябрьской железной дороги на площади Островского. Писал, что тяжело ходить, холодно. Он умер в феврале 42-го. Весной 44-го года мы вернулись в Ленинград. В первое время жили в вагоне у Балтийского вокзала. Потом получили комнату на 8-й Красноармейской улице, где мы жили до войны. Во время блокады Ленинграда до марта 1942 года я жил с матерью, младшим братом и бабушкой в коммуналке на Маховой. Моя мама работала воспитательницей в детском саду. Как правило, детей из этого сада воспитатели уводили на ночь в бомбоубежище рядом с театральным институтом. Вместе с детьми я часто проводил ночи там. Малыши боялись темноты и разрывов бомб. Я вместе с воспитателями пытался в период воздушных тревог всеми возможными способами отвлечь и успокоить их. Мы сумели организовать кукольный театр, пьесы для которого сочиняли сами. Рисовали стены и газеты, где высмеивали фашистов и прославляли советских лучиков и зенитчиков, защищавших Ленинград. В марте 42-го года истощенных и голодных нас эвакуировали по ледовой дороге в деревню Сяськие Редки. Там я чуть не умер, когда солдаты накормили меня кашей. Потом мы уехали в Молотовскую область, ныне Пермский край. Мой отец, Николай Александрович Буров, погиб в 43-м году на Ленинградском фронте. Кольцо блокады замкнулось, все запасы иссякли. Карточные нормы скоро дошли до 120 граммов хлеба в день на человека. На заборах стали появляться бумажки с объявлениями «Куплю кошку, куплю собаку». Однако животного в городе почти не осталось. Всех, что были, успели съесть. Иногда мне везло. Если по пути попадалась кошка, я гонялась за ней, ловила, приносила домой. Усыпляла кошку эфиром. На следующий день кормила маму, Шуру и Иринку кроликом. Как-то во время еды Ира отставила тарелку и задумчиво подперев головку рукой спросила «Так всегда бывает, пока живая – это киска, а когда едят – кроликом называют». Уж не помню, что я выдумала в ответ, но этот разговор остался в памяти до сих пор. Но не помогли и кролики. Все равно весной и мама, и Володя умерли от голода. Первая зима была очень холодной. В комнатах замерзала вода. Я порубила и сожгла в печке буржуйки почти всю мебель. Ругала мастеров, делавших гнутые стулья, которые было очень трудно рубить.